Всем привет! Сегодня 23 сентября 2019 года, но не смог я не показать урожайность 2019 года сорта яблок Старк Римсон. Сорт старый, но очень вот он, солнце засветило, очень он мне нравится своими товарными качествами и вкусом. Яблоки просто отменные. Сейчас я легенько пробегусь по деревцу, покажу какие плоды. Вот висят, как он хорошо грузится урожаем. Можно видеть яблок очень много. Все плоды хорошего качества. Койдиот есть, чуть-чуть хапанул парши, но то не страшно. Надо его уже срывать, потому что начинают единичные плоды уже падать. Видите, какое яблоко крупное, очень красивое и вкусное. Можно видеть сорт яблока Старк Римсон. Есть очень много новых клонов, таких как Супер Чиф, Ред Чиф, Ред Кап. Конечно, очень крутые сорта. Ред Велакс, Скарлетс Пур, новые клоны этих всех старых сортов. Но я очень люблю этот сорт. Мне нравится, что он каждый год с урожаем. Я в том году снимал, в 2015 году. Вот он облепленный яблоками. Яблоки все очень товарные. Реально, блин, в руку два яблока с трудом помещаются. Яблоки грамм 350-400. Вот видно, какая красота висит на дереве. Вот я беру водоку. Вот какое красивое яблоко. Старк Римсон. Сорт, конечно, проблемный такой. Он любит полив, он любит, чтоб над ним, конечно, впрыгали-бегали. То есть, обязательно обработки от парши, от грибковых заболеваний. Обязательно обработка от червя, потому что будет бить, будет сыпаться. Ну, если все мероприятия проводить, то есть можно получить такие красавцы, такие красивые, вкуснейшие плоды. Вот можно видеть. Реально, они в руку не вмещаются, по два штуки. Приходится по одному. Вот. То есть обрабатываю я этот сорт за сезон, смотря от погодных условий, от пяти до семи раз. Примерно провожу обработки. От грибковых заболеваний и от грязучих сосущих. То есть, я получаю каждый год отменный вырожай. Очень вкусных. Вот внизу висят. Очень вкусных отменных плодов. И очень товарных. Вот можно видеть горькая пятницность на некоторых плодах. Это от нехватки кальция. То есть, нужно обрабатывать было. Я в этом году чуть-чуть пропустил этот момент с кальцием. Ну, это единичные плоды. Так все плоды чистенькие, хорошие. Такой вот сорт. Внизу тоже яблоки. Блин, это косил. Триммером камни попали сто процентов. Пушеграда у нас в этом году не было. Плоды... То есть, он храниться не будет. Это его надо сразу кушать. Плоды очень классные. Я советую этот сорт конкретно любителям, садоводам, которые занимаются в саду своим садом. То есть, тем, кто просто поиграться, то таким, что посадят, два раза польют за лето. Один раз побрызгают. Но не стоит его сажать, потому что вы не получите вот таких вот шикарных яблок. Я его каждый год в легкую нормирую, этот сорт, чтобы получить действительно вот такие крупные плоды. Вот такие вот, можно видеть в руке. Потому что без нормировки его будет очень много и размера у него такого не будет. Как вот у меня. А так, в целом, сорт хороший. Сейчас нарву, свожу в подвал на хранение и уже зимой попробуем его, посмотрим, как он будет лежать. Потому что он еще и хранится, его надо угадать, как срывать. Не всегда получается. Можно видеть, как ветка загружена. Отлично. Внизу сейчас елки-палки-лял покажу. Вот это нижний ярус весь в плодах. Там наверху тоже были плоды, я показывал. Ладно, будем ждать зимы. Сегодня у нас 4 декабря 2019 года. Вот яблочко Стар Крымсон. То, что осталось на данное время. Вот так вот он имеет такой вид при хранении. Вот такие вот красивые яблоки. Вот на снегу можно видеть. Вот так вот я положу. Вот такие вот воды. Сорт Стар Крымсон. Сейчас положим на веса, посмотрим, какой вес. Продегустируем яблока. Очень вкусное. Ну, его, конечно, надо срывать в хранилище, чтобы холодно было в хранилище, не тепло, потому что он перезревает. Так. 260 грамм. Ай-яй-яй. 324. Вот поменьше есть яблоки. Давайте посмотрим и поменьше, какой вес. 200 грамм. Весы на снегу не ровно стоят. 250. Вот красивая форма такая. Видно в руке. 300. Самые большие повыедали уже. Были до 400 грамм. Ну, в принципе, это тоже вес хороший. 340. Так, давайте сейчас разрежем, посмотрим, какой у этого яблока, какая мякоть. Ах, холодно. Так. Фигурка. Ах, холодно. Так. Весу уберем. Вот так вот. Вас уберем. выше по-другому можно слышно что яблоко не такое твердая то есть она уже начала размягчаться то есть его желательно кушать вот там вот сентябрь октябрь ноябрь то есть декабрь это надо чтоб она лежала в холодных условиях в камерах хранилищах или в условиях подвале если особенно теплый подвал но теряет свои свойства на этот период я специально хранила до того момента чтобы дождаться когда пойдет снег давайте продегустируем сейчас яблоко холодно показать сок вот я надавлю сок есть ну мякоть уже начинает потихоньку рыхлеть такая не твердая сок есть если видно получается яблоко сладкое с кислинкой с очень приятным сортовым ароматом насыщенным в данный момент некоторые яблоки могут уже быть песочные особенно более крупные плоды сейчас мир поменьше вот попробуем разуть у него должно быть меньше плоды не такие не так быстро начинают спеть но это более тверже яблоко ну чтобы он хранился дольше например до февраля месяца а то и до марта нужны специальные хранилища с температурой чтобы была температура плюс 1 0 градусов тогда он будет хранится до весны обычных условиях же это до декабря месяца потом конечно вкус у него портится даже не вкус а сама структура мякоти портится а так сорт шикарный можно видеть очень красивый товарный крупный вкусный сочный поддержите это видео пожалуйста лайком это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас всем спасибо за внимание всем пока